Здравствуйте, все дамы и господа. Мы с вами возвращаемся на Dota 2 Champions League. Уже четвертый сезон у нас во все идет, и групповая стадия в самом разгаре. Galaxy Alliance против Allianz, точнее, против команды VGaming у нас сегодня будут выступать в первую очередь. Здравствуй, Force. Есть ли у тебя какие-то мысли на этот счет? Привет. Да, нет, никаких мыслей нет. Ну, кроме того, что VGaming фавориты явные. Наверное, никаких мыслей больше нет. Я посмотрел, кажется, одну игру, Galactic Alliance. В принципе-то они, ну, там неплохие игроки, но VGaming просто они слишком на кураже, им незачем экономить силы, как мне кажется. То есть если бы это были, допустим, вот как в случае со Spirit'ами на последних двух крупных турнирах на OGP, на ESL, где они там не выкладывались, грубо говоря, у них была мотивация. Скоро International, нам не надо там показывать какие-то стратки, нам не нужно входить в форму хорошую прямо сейчас, нам нужно быть в хорошей форме на Инте. Поэтому лучше немножечко отдохнуть, лучше немножечко подрасслабиться и вот в свое удовольствие поиграть. Ну, при этом, конечно, они старались так или иначе, но в свою лучшую форму они постараются прийти на Инте. А VGaming этого не нужно делать. И там, ну, никакой как бы другой команде тоже этого делать не нужно. Но просто VGaming они себя очень хорошо в прошлом сезоне показали, и, грубо говоря, нет ни одной причины, почему они должны расслабляться прямо сейчас, почему они должны перестать играть хорошо прямо сейчас. У меня таких причин нет. Поэтому я думаю, что тут вполне очевидно, что они фавориты. Там потом на кэфы мы глянем. Но я думаю, что там очень жесткая должна быть разница. Сейчас посмотрим как раз на кэфчике. И здесь у нас не тот матч, но на этот матч у нас тоже кэф. Я думаю, совсем скоро появится ребята от GGB. Можете чекнуть с них на сайте. Думаю, там сейчас конкретно все есть. Но по драфтам, если смотреть, то VGaming играют ровно тем же, чем они заканчивали прошлую лигу. Напоминаем то, что они стали победителем предыдущего сезона, причем практически в сухую, развалив всех, кого только можно. А в этот раз уже в сухую не получается. Они уже проиграли одну серию пакчампам, которые в прошлый раз не доставили им проблем. То есть все-таки какой-то, наверное, небольшой, но все-таки спад имеется. Можно его отметить. Но как оно будет дальше, посмотрим. И сейчас я поняла, что насчет того, что играют тем же самым, я погорячилась, потому что расстановка по позициям явно у VGaming теперь уже поменялась. Night Stalker медовый, что ли, у нас будет? Нет, почему? Post 4 может быть. Может быть, Bloodseeker сделает Post 4. Может быть, кстати, Post 5 вообще. А насколько это имеет смысл? Да, нормально. Да сейчас почти что угодно хорошо может работать, если ты играешь достаточно качественно. Просто Night Stalker вот именно там даже на пятерке, ну, наверное, лучше на пятерку, чем на четверку, потому что, в принципе-то функции героя будут одни и те же выполнять. То есть он должен просто дать обзор ультой, должен взлететь и дать, короче, Vision. Чтобы, ну, типа, команде было просто драться. Вот. И он это может сделать на пятерке и на четверке одинаково как бы хорошо, просто... Ну, на четверке считается, что у тебя чуть больше денег должно быть. Но просто вот опять-таки, чтобы Night Stalker был прям совсем эффективным, ему нужно много денег. Ему нужно и БКБ, и даггер какой-то, наверное, выформить. А на четверке это как бы сделать довольно трудно, поэтому если уж ты решил Night Stalker на харду не ставить, то лучше его воткнуть на позицию 5. Не, ну он вообще может и в мид пойти, как бы, почему нет? Тут вообще как бы суперфлекс можно. Можно Сикера в мид, можно Night Stalker в мид, можно Сикера 3, можно Night Stalker 3, Night Stalker 5 можно сделать. Сикера 5, наверное, делать не надо. Это как-то не очень хорошо. Ну, я так понимаю, что Сикер — это просто ответ на Вингу, потому что, ну, Винге очень некомфортно играть, когда она в руптуру свапает кого-то, ну, из тиммейтов имеется в виду, да? Вот, ей больно очень становится. Точнее, тиммейту, которого она свапает, становится очень больно. И ребята из VGaming решили сразу как бы Blood Stalker, ну, может, какие-то варианты еще отмели. То есть ты не хочешь, например, на Вивере играть против Blood Stalker, это очень неудобно делать. А почему бы на Сикере не попробовать пятерку сыграть? То есть просто бегаешь кого-нибудь, лапками бафаешь по КД, и остальное ты, в принципе, плюс-минус рейнджи кидаешь. То есть можешь позволить себе не стоять где-то спереди. Правда, я не знаю, как линия на нем играться тогда будет. Ну, Blood Ride просто кидать под рейндж-крипа. Ну, не, Blood Stalker 5 — это хуже, чем Night Stalker 5, это определенно. Ну вот, поэтому я бы не стал. Ну, а как с Night Stalker 5 будет потом с Саленсом на кого-то как бы садиться, если он не жить, скорее всего, будет при таком раскладе? Ты имеешь в виду, что он залетит и умрет? Ну, может, так и произойдет. Надо стараться в темп играть. Не, я видел Night Stalker 5 несколько раз, это не так плохо, как может показаться. Ну вот. Сейчас вообще очень много героев таких нестандартных, вот именно скорпозиций пересаживаются на саппортов. Вот тот же Monkey King. Его же очень часто берут на пост 4. И вполне вероятно, что здесь он тоже будет пост 4. Да, Винга с Monkey King на харду, потом Дизраптор с Вен на легкой линии, и сейчас в мид... А, они все-таки... у них вернулся, да, мидер у них просто. В прошлый раз, когда я их игру комментировал, у них играл на миде эти Прест Кит с тендингом. Вот, и они одну карту там отжали, я не помню, у кого. Ну, короче, у какой-то такой не самой слабой команды, они отжали карту. И, ну, как бы довольно неплохо. У них были шансы там даже 2-0 закрыть. Это Винстрайк, по-моему, были. Видимо, ты их имя... А, Винстрайк. Не, ну, Винстрайк... Не, ну, типа Винстрайк, что, они вчера вроде как-то там... Вчера хорошо, да, выступили? Вчера вот как раз Galactic Alliance, они выиграли у Немиги. Винстрайка, да, они вчера у Кверти выиграли, но Кверти это такая команда, которая в предыдущий раз 0.9 сыграла и в этот раз примерно к тому же стремится, так что... Значит, я что-то перепутал. Ну, короче... Я к тому, что, на мой взгляд, на мой взгляд, я не знаю парня, который у них играет на миде, но предполагаю, что он играет похуже Депресткида. Вот, вот и Тинни появляется. Вот теперь вообще как бы ничего не понятно, да? Но Тинни — это очень хорошая кор-позиция против Свена. Если что. Вот это один из лучших, наверное, Керри... Ну, не один из лучших, ну, просто, короче, он очень хорош. Что? Ну, Коргеров на какую конкретную позицию здесь интересно. Вообще интересно, как они расставятся на первую, а Луну куда? Ну, вот я и говорю, ну, можно и на мид, конечно, Тинни поставить. Ну, я к тому, что я вот сейчас постоянно натыкаюсь. Вот я видел там, и кажется... Как же его зовут-то, блин? Ксена, по-моему, может, знаешь. Да. Вот, что-то с утра там ел, завтракал, телек листаю там на Ютубе еще. Вот, а там у Ксена выходит ролик, что Свен-то, типа, лучший Керри. Ну, вот я такой, типа, ну, блин. Да-да-да, это не Ксена мнение конкретное, это Госуаи такое выдвинуло предположение, и та, что там расставил тир-лист по Керри-позициям, и как раз Свен единственный был в эст-тире среди всех Керри. И я тоже задумывался. Я понял, я понял. Ну, я просто, ну, как бы я не смотрел его ролик. Я могу сказать, типа, по моим личным ощущениям, я как бы свои личные ощущения всегда переношу. Да, Тинни на мид у нас пойдет, и Найтсталкер тройка, по-моему. Дестроид — это сап, и Ароу — это тоже сап. Дестроид, по-моему, это вообще пятерка. Да, 2000, да, Луна была первая позиция. Ну, все тут в этом плане-то понятно. Так вот, вполне вероятно, что мои ощущения, они уже далеки от реальности высокого уровня игры, потому что я очень много проиграл, и я сейчас играю, ну, как бы сам бомж, играю с бомжами. Вот, и особо, ну, может быть, я не то чувствую, но, наверное, сегодня и вчера Свен не выиграл ни одной игры в матчапе против Тинни. То есть это, как бы, ну, тоже такой факт очень неподкрепленный. А вдруг там команда была слабее, там, знаешь, вдруг там сам игрок на Свене просто по себе слабый. Это надо посмотреть, вот тут как в Кэптанз моде, типа, люди играют. Но вообще под этим есть вполне определенные основания. Во-первых, у Тинни очень много брони. Во-вторых, он достаточно быстро фармит, очень быстро фармит. У него тоже есть вот эта вот тема со сплэшем. У него очень много ХП. Ему для того, чтобы, ну, как бы, комфортно себя чувствовать против Свена, ему нужно просто шарт купить. Вот, и, то есть, 1400 зол. И плюс, как бы, Тинни сам по себе, он независим от кулдауна ГДСа, что очень важно. Он независим от этого ультимейта, который сейчас вместо 40 секунд длится 35. Свена можно раскайтить, и как только у него ультимейт заканчивается, ну, ты просто идешь и форсишь любые обжективы с этим Тинни. Хочешь, ну, какой, Вышки, хочешь Арашанов. Короче, Тинни, если вы в ранкете проигрываете постоянно против Свена, вас задолбал этот герой, вы не можете играть, попробуйте поиграть на Кэрри Тинни. Посмотрите билды, там, можно, там, Мидас, выход в саблю, там, просто сабля с Энджиндьяша, Кераса, вот такое вот что-нибудь. И посмотрите, как люди играют. Вообще довольно эффективно получается. Я хотела бы пока озвучить кэпчики, пока представилась такая секундочка, наконец. 3.99 на Галактик Элиенс и 1.22 на Вигейминг. То есть очевидно то, что GGB считает у нас фаворитами Вигейминг, за все их былые заслуги. Это то, что ты уже обсуждал. Но посмотрим, потому что эта команда у нас тоже, хоть и новенькая в рамках нашей лиги, но при этом она имеет довольно неплохих игроков в своем составе. Тут есть ребята, которые уже успели когда-то посвятиться, есть те, которых я уже и не видела никогда, как мне кажется. Так что посмотрим, что из них получится пока что. Да и у Вигейминг все идет не так уж и гладко в этот раз, как было в предыдущем сезоне. Так что бывает такое, что и где-то они подсададут. Что ж, тогда взглянем на то, как эта карта будет развиваться. Интересно вообще, я тоже очень задумалась сильно насчет того, что увидела, когда была эта новость насчет того, что единственный Свен считается этим эстиром, потому что Свен сам по себе довольно сильно сдал позиции с тех пор, как Омника нерфанули в последнем подпатче. И его не так уж и часто стало видно по сравнению с тем, что было до этого патча с Омником и Свеном каждой божьей. Просто понимаешь, на чем вот эта статистика основывается? Я тоже, там все-таки по рейтингам же обычно выкладки делают, что на каждом рейтинге отдельная сила у каждого и так далее. Да, что лежит в основе этой статистики? Аналитика всех матчей? Да какая нахрен разница, что там Свен выигрывает на 2000 ММР? Это же как бы, ну, подразумевается, что вот как мета предстоящего инта, наверное, да? Что вот начнется инта. Посмотрите, друзья, посмотрите, Свен в эстире у нас находится. Среди коров. Мне кажется, на просто не все-таки он уже... Ну, эйзир может быть, но не эстир все-таки. У него есть очевидные слабости, очевидные недостатки. И теперь ему темпануть сложнее, как мне кажется, так сильно темпануть, когда занерфили стаки и сделали так, что ты с них не получаешь фулл прайс, как это было раньше. Ну и плюс вот этот нерф относительно Омника тоже свою лепту внес. Да, нет, никто не говорит, что Свен это плохой герой. Свен очень даже герой не плохой. Ну, я имею в виду то, что не эстир, наверное. И не единственный, если эстир. Да, да. То есть это звучит, как это абсолютная безоговорочная имба. Нет, это не так. Как бы с ним... А, Дестройт у них на тройке играет. Я немножко перепутал. И получается у нас, наверное, ну вот, на сталкер пятерка. Ну, посмотрим на то, как это будет работать. Пока у нас Эроу за ним гоняются. И причем Свен пытается очень неплохо так пробить. И есть шанс, что он его заберет. Тем временем первая кровь уже была на мелоди сделана, а Эроу так и не погиб. И еще мы, кстати, не обратили с тобой внимания на появление Шэдоу Финда на центральной позиции. В про-сцене это был герой, ну, фактически мертвый, но в пабликах засилье его то еще и так было, то этого патча тоже. Все-таки он у нас тоже приобрел некоторые бафы с новым патчем. Тоже так, наверное, хотелось бы отметить. И слабее явно не стал. И в мету, как мне кажется, с двух ног влетел именно физовый СФ. Думаю, что именно его мы и увидим. Тут у нас пока Эроу погибает на топе. Да, да. Сейчас физового СФ часто используют. А, кстати говоря, этот, как его... По пиксели, да? Ты не знаешь реплей? Я просто смотрю, у нас обсервирования бага-то сегодня нет. Да, да. Реплей не знаю, реплей не заглядывала, если честно, но обситься нормально теперь уже. Можно прокликать нормально людей. Так что в этот раз все комфортнее. Уровень обсервинга у нас кратно увеличился. Но будем надеяться на это, по крайней мере, теперь уже только от нас все зависит. Так, ну и что, и на Мелоди опять нападают. Да, пятерочку начинают у Вигейминга очень сильно душить. Один раз он уже погиб, отдал первую кровь. Второй раз все-таки он не погибает. Но самое приятное на этой линии для Галактик Эллиенс это то, что они смогли Винге первую кровь отдать. То, что она получила неплохой буст по золоту. Соответственно, ничего в отношении нее не поменялось. Наверняка опять будет Аганим. Ферслотом где-то там варится для нее. О, еще и тут Лидон успевает побегать и курьерчиков побить. Тоже неплохо, причем Фласка не доехала. Мелоди очень печально то, что это случилось. И Дестроиды забирает. Тройка команды Вигейминг отвалилась сейчас. Но Ульдис начинает душить. Сейчас большие проблемы испытывают. То есть, Свен очень большой фарм имеет. Получается... А, ну тут же у нас теперь такие эти самые, что ничего не понятно. Свен большой фарм имеет относительно Луны. И СФ очень много качается. И при этом нет такого ощущения, что... Ну, короче, в боте вообще перспектив нет никаких. То есть, ребята тут что-то подаются, борются. Но это Винга. У Винги огромные статы. Куча там маны, ТП. Она вот бежит, отрейдится. Ну, вот пробили вы ее. Ну, а ей наплевать. У нее рейндропы, у нее танка. Ну, и плюс эта линия сама по себе. Луна плюс Найт Сталкер. Она слабая. Как бы вот первые пять минут так уж точно. Потому что Луна, она бимы не выкачивает. Она сразу ориентируется на то, чтобы фармить лес впоследствии. Найт Сталкера воет первого уровня. Днем он не делает ровным счетом ничего вообще. Им в лучшем случае можно крипа добить. Ну, и ТП-шку сбить. Все. Ну, ладно. Рейндроп еще можно выбить. Тоже неплохо. Ну, посмотрим, как здесь сложится. Потому что пока у Ви Гейминг начала не задалось. Кстати, интересно, кэпчики в связи с этим поменялись или нет. Кэпчики опять у нас пропали. Ну, ладно. В другой раз на них взглянем. Жалко, потому что стар действительно крутой. И такой СВН он может неплохо продавить. Учитывая то, что здесь на физу очень неплохой сетап с учетом венги. Ее минус арморов, которые она будет постоянно спамить. Это будет круто смотреться. Вообще интересно будет посмотреть, как себя СФ проявит. Штурмкэт это игрок такой, достаточно хороший, но на узком пуле героев, насколько я о нем помню. Вот как раз его СФчик одно время влетал. И раньше, ну, там где-то годик или полтора назад было его видно в разных составах. И инвокер у него был очень крутой. То есть он умеет очень круто играть и действительно яркие карты показывать. Ну, а пока у Вигейминг по-прежнему продолжает душиться хардлиния. В этот раз хоть не Сики разобрали, а Леона, но все равно неприятно. И по крипчикам на миде видим то, что СФ хорошо себя чувствует. Но, понятное дело, он параллельно еще и лес подфармливает. Так что посмотрим, как сложится оно по Нетверсам. А по Нетверсам у него тоже первое место среди прочих. И Луна очень сильно успела подотстать у Вигейминг относительно СВНа. Тоже крайне неприятная штука. Еще и забирают ее сейчас. Ох, ну душит ли не, душит. Галакси Кэллинз очень серьезно они здесь показывают себя. Все трилайны у них будут выиграны. Такую игру на самом деле очень сложно будет проиграть. Ну, только если как-то супер жестко не зафидят. Если как-то супер жестко нафидят. Ну, просто у Вигейминг у них даже, ну, по сути-то, тимфайта нет хорошего. Видишь, они же могли бы от проигранных лайнов как-то за счет усиленного тимфайта камбэкнуть. Ну, допустим, у тебя Марс есть, там, или Тайхантер, или что-то в этом духе, там, после десятой минуты. Ты выходишь, там, бреведж, скиллы кидаешь, и вроде как ок. Ну, вот здесь же, ну, свап есть еще у Винги, которая будет... Ну, в общем, ладно, я очень скептически настроен. Да, Найсталкер у нас пока что Сайланс не качает. Раскачивается как чисто такой вот, типа, пост-три, скажем так, герой. Посибочку берет в два. Ну, он теперь пошустрее, поборзее. Можно, в общем-то, на какого-нибудь там Манки Кинга напасть, даже потрейдиться с ним, наверное. Ну, едва ли, я думаю, он плюс выйдет при трейде. Так что, поаккуратнее, учетом того, что у него проблемы им были до этого момента с выживаемостью на линии, он сейчас подостает, лишних предметов у него нету. Орбов в Веном есть, а вот побить он кого-либо им не может, не получается прохарасить. Мне кажется, что есть шанс зацепиться у Виггейминг за Тинни, которого довольно спокойная линия была, проигрывает относительно, даже не проигрывает, он на равных стоит с ССФом, там, Недверс тоже уравнялся. Блинк покупает какой-нибудь удачный ганг, и все может получиться. Сейчас вот видим то, что он уже выехал на топ, получится ли здесь, правда, кого-то зацепить, это большой вопрос. Потому что на вардах он уже посветился, его уже видели, под тавром уже Галактика Эллиэнс стоят, понимая, в чем дело. Ну и на этом все закончится, все, да. Погулял, потерял время, и теперь придется возвращаться обратно и фармить блинк. С блинком, наверное, это все получится сделать более успешно, но не хватило какого-то смока или что-то в этом роде для того, чтобы выходить. Ну, до блинка ему, конечно, да, далековато еще. Вот, и при том это будет голый блинк без там грейда ПТ, без какие-то там другие предметы хорошие. Вот, но потом потенциально Хейз должен что-то такое взять. Так, Лидон тут контролит рум, забирает иллюзии. Ну, наверное, поплатится за это. Ну, должны его наказать по-хорошему. Тут мало шансов в него так затвить. Ну, он мансит красиво, чтобы именно его не тоснули, чтобы тоснули иллюзии. В итоге его просто не отпустили. Ну что ж, первый фраг для команды VGaming на восьмой минуте. Не густо, а тут ГДС от Свена хочет Леона пробить. Тут есть глимс, так что фраг отдадут. Ну и Раптура в ответ выдается, но сразу же тапаут. Понятное дело, ничего Сикер с этим сейчас сделать не может. Ну вот и все, разменялись, так сказать. Четверка на четверку. И у Манки Кинга дела-то неплохо идут. У него орбов короужен уже куплено, так что он сейчас может очковаться очень и очень круто. И Мелоди, Мелоди сейчас будут забирать. Манки Кинга как раз успел сделать телепорт, припрыгать сюда через деревья. И будет его забирать, вероятно. Винга даже с одним станом сама справилась. У нее там стан уже подмакшенный тоже. Он уже замаксил стан. Круто себя ощущает. И помимо этого у нее уже практически половина аганимы есть. То есть тайминги крайне круто соблюдает. С этой линии уже надо выходить. Луни, да, она в общем-то уже леса пошла фармить. Но вот в чем проблема, когда у Свена есть уже масочка. Он с масочкой вполне активно начинает прокачиваться. Ему там можно сейчас еще троечку подстакать. Теншинтов, чтобы он пошел качать с льдой. А вот у Луны пока ничего не настакано. И маски пока что тоже нет. Но нападают на Вингу в боте. Вряд ли выживет здесь у нас Найт Сталкер. Но хотя бы забрать Вингу надо как-нибудь. Да, Вингу забирают. Да, и видим то, что Манки Кинг здесь оказался в везде. Его тоже должны будут как-то ловить. Но не получилось. Он успел размастить на деревцо прыгнуть. Стан так наугад дал Эрроу, попал. Но это не изменило совершенно положение вещей. Так что Литон спасен. У него здесь все хорошо сложилось. Почему Стан не сбрасывает Манки Кинга с дерева? Леоновский. Потому что подпрыгивает должен. Ну вот подпрыгивает на макушке этой елочки, на которой сидел. И обратно на нее же и приземляется. Так, и у нас тут по кэфчикам, господи. 5 секунд назад был кэфчик нужный. Сейчас он опять пропал. Но в общем там ситуация несколько выровнялась по кэфчикам. Что в принципе и очевидно. Видимо некоторая надежда на камбэк команды Вигейминг. Есть, но видим то, что размены пока все равно присутствуют. И любой фраг, который делает Вигейминг, он тут крепляется ответным со стороны. Галактика Элианс. Не будем смотреть. Тут сейчас, видишь, ситуация такая, что минуток через 10, наверное, можно будет сказать довольно с большой вероятностью камбэк над Вигеймингом или нет. Так, есть. Свен подцепили. Вместе с СФом попался он здесь. Но видим то, что они оба разворачиваются. Сейчас хотят ответочку прописать. Но они просто не догонят. Там на хосте Хейз несется. Но Курьера подцепили. О, и Эрроу ему досталось. Палка до него Лидон достала. Это минус Эрроу будет. Еще и свапнули Хейза. Он-то сюда подошел. Конечно, очень неприятно. Но Глимс оказался крайне неудачный от Дизраптора. Что-то он, видимо, не ожидал, что там товарищ из Даликата пришел и отправил его просто отдыхать. Сам спас, по сути. Ну да. Неприятно получилось. Ну, вообще, это макро... Такое действие для Galactic Alliance весьма негативное. Хоть они вроде бы как героев не потеряли, но при этом забрали Леона, да, четверку. То есть, ну, казалось бы, вообще классно. Почему нет? Но, видишь, слушай, они все-таки решили бот дефать. Мне казалось, хотел сказать, что наоборот, для витгейминга сейчас халява. Типа все враги в 80 пешек можно играть в топе в миде. Ну, это минус Легава, точно. И ульта это все пополетело. Проблема у Эрроу есть. Он погибнет и Хейз вместе с ним, потому что тот застрял в ультимейте Дизраптора. ТА-2000 попытается пробить как-нибудь своей ультой, но получается зацепить только Манки Кинга. Манки Кинга погибает. Ну, и есть Раптура по Шторм Кэту, но Шторм Кэт совершенно не боится. Отбивается дерзко. Браво. И Дестроиды еще зацепили до Глимс. Но полный провал при дефе вышки получился. Забрали двоих, но троих потеряли при этом. Мое предположение было верным, что здесь драться не стоит. Ну, вот я как раз хотел сказать, что как же круто, вот, типа, витгейминг все сделали, да, вот именно по макро. Напали в миде, зафорсили тпшки, все враги побежали в бот. Что это значит? Что у врагов нет тпшек, мы можем играть в миде и в топе, и никто нас не остановит. Никто к нам не придет, никто нам не помешает фармить. Так зачем бежать к врагам, которые... Они же этого и хотят. Они потратили тп, чтобы подраться с вами. А вы к ним идете и с ними деретесь. Еще и с проигранных трехлайнов. Ну, в общем, какое-то глупое действие, мне кажется, со стороны Рейдинга. Как-то они явно не собрано пока играют. Ну, возможно, надеялись на какой-то файт. Кейс. Сейчас он нападает. Есть шанс забрать снова Манки Кинга. И вот и забирают. Но что-то к этому совершенно не досталось. Ну, хотя бы палец разрядили на Леоне. Стак добавили. Хоть что-то в этом плане. Да, Сяпик, правда, забрали. Забрали в СФ. Но у СФ-то там статов очень много. Там... Драгонлайзер. Рейндропы, ПТ на силу. Да, у него, видишь, 2000 хитпоинтов. Это, ну, просто непр... Вот забавный, да, герой? Ну, ладно, у него фарма просто много. Ну, а вообще, вот для агильщика 2000 хп, это на 12-й минуте. Ну, тут взять СВ на... У СВ на 1200, если что. Ну, тут ПТ на силу, Огракс, Драгонлэндс. Так что, в целом-то, он статов себе на силу уже много купил. Это сколько? Это у него 32 единицы силы дополнительные, получается. Если я правильно все посчитал. Ну, у него там плюс 41 пишется. Ну, где-то там, видимо, еще... А, ну, у него еще этот пикпол, там, шестерочка, стики грейжены, тоже троечка. Ну, короче, порядок, порядок. Вот сейчас хороший вышел момент. Забрали на тройке Свена. Он как-то там в одиночестве фармил энчинтов, и на этом и попался. Вот, наконец-то, получается, сделать какие-то минусы, но без разменов. То есть, хотя бы в чистую кого-то разбирать. И это дает неплохой буст по фарму и для сикеров, в том числе сейчас. Он вырывается вперед. Но у Луны, по-прежнему, плоховато дела идут. Но ее не трогают, с другой стороны. Ее не ищут. Вот, она может закрыться, пофармить по лесам. Но ее ищет Лидон. Да, чем она и занимается. Луны у нас тут трудности. Наив куда-то отошел. Кэфчиков, ребята, по-прежнему нету на этот матч. Но будем смотреть, во что это выльется в дальнейшем. Вигейминг вообще интересная у нас команда. Мы как раз разговаривали с ними после прошедшей Д2Ц Лиги третьего сезона. Там они и по буткемпиться успели. Правда, не ради Д2Ц Ла. Они это делали ради какого-то другого турнира, чтобы там с пингом проблем не было. Но сейчас я думаю, что они там уже разъехались и играют эту групповую стадию отдельно. Но посмотрим, как они здесь выступят. Потому что пока путь у них не такой крутой, как был в предыдущий раз. И соперники у них тоже явно пожестче. Тем более, что сам состав этой лиги, он кратно отличается от предыдущих двух. Тут много новых команд. И Брейм, которых мы раньше не видели. И Винстрайк, которые в прошлый раз не доехали до нас, считай. В общем, есть с кем бороться. И вот эти Galactic Aliens. Интересно, что они будут из себя представлять. Потому что составчик-то интересный, но некоторые парни раньше не приходилось их видеть. Happy Durara. Помню, что в последний раз, мне кажется, я о нем слышала, когда он с Петушарой вместе играл в команде с этим сложным названием. Там что-то вот такое, да? Там еще и этот был. Пикачу у них, по-моему. Да-да, какое-то время точно был. Был еще этот, наверное. Бигнум, да? Ну, по-моему, да-да. Я Петушару там помню, что он тоже был. Ну, понятно. Просто помню, как эту команду однажды объявляли со сцены. Вот, и там как раз культовый момент объявления Петушара со сцены был. То, ради чего мы здесь все и собрались. Посмотрим, как оно сложится здесь, потому что в этом сезоне у нас не участвует Юник, в которых на данный момент Петушара выступает. Так что объявлять его пока негде. А что они, кстати, решили? Они сами или просто их как-то не пригласили? Бог его знает. Это, мне кажется, у друзей организаторов надо спрашивать. Потому что, я думаю, что, если честно, там, скорее, состав решил закрыться, подумать над своим поведением или что-то в этом роде. Потому что у них плоховато пошел предыдущий сезон. И там есть над чем делать выводы. Лидон. Тут у нас попался по лесам. Нашли его через FlyVision, который установил Night Stalker. И арену потратил при этом еще Monkey King. Решил как-то немного побольше пожить. Ради этого по большей части брался пятерка. Вот когда хорош пятерка Night Stalker? Я пытаюсь объяснить. Он хорош, когда... Ну, что он дает? Он берется ради вижена вот этого летающего. Когда этот летающий вижен нужен. Ну, вообще он хорош, конечно же, всегда. Это очень полезный параметр. Но когда вы играете с какими-то сильными рейнджами. С дровкой, с террорблейдом. Или с героями, у которых вот скиллы, как у Тинкера, например. Да, когда ты вот взлетел на Night Stalker, и вижен всем дал. И пошли ракетки с лузерочками. Вот это я называю хорошая стратка. А здесь Night Stalker, ну да, он подкантривает вот этого Манки Кинга, летающего по деревьям. Но Манки Кинг четвертая позиция. Даже если ты его там как-то с дерева скинул и забрал, ну не сказать, что как бы файт-то уже сразу выигран. Так, а у нас Кэпчики появились. 3.46 на Galactic Alliance и 1.28 на VGaming получается. Ну не сильно ситуация все-таки изменилась. Но мне кажется, что это все-таки у нас Кэпчик, как обычно, на матч. Так что пока еще рановато судить о том, что здесь происходит. Ну и у VGaming, если честно, по моим ощущениям, ситуация стала гораздо лучше. Они закрылись, пофармили, сделали парочку удачных гангов. И теперь преимущество по Нетверсу, и то небольшое, которое было у Galactic Alliance, оно уже нивелировалось. И сейчас, если еще немножечко просто посидеть и ФК пофармить, то и Луна начнет принимать участие в драгах. Да, да, то есть об этом и речь, что на 10-й минуте еще рано что-то говорить, потому что на 10-й минуте команды не начали двигаться по карте. Вот с 10-й по 20-й практически всегда решается, кто победит. Ну или там с 10-й по 25-ю минуту. Кто этот отрезок времени проведет удачно в игре, тот, ну там, с вероятностью от 60-ти плюс до 80-ти процентов будет выигрывать в игре. Если ты там хорошо подвигался по гангал, там, вышечки позабирал, твой кэрри фармит, вражеский нет. Ну вот, как бы, собственно, все уже и понятно, да? Так, Тинни врывается, пытается забрать Суэна. Очень качественный ганг получился. Леон неподалеку здесь был толпан пальчик. Он пытается два саппорта теперь Хейза задержать. Получится ли? Получается. Есть Глимс, сетка там в каулдауне пока что, но просто ультимативную способность ставит. АТП-шечку сбить нечем. Эро погибает, но, понятное дело, размен вообще не тот, которого желали. Винга подбегала. Может быть, если бы Винга не пыталась застанить Леона, а просто бежала бы дальше, может быть, она бы и дотянулась с вапом, но, опять-таки, нет никаких гарантий. Такое... Ну, наверное, человек как бы почувствовал, что, ну, уже все как бы с вапом в Тинни не дотягивается, надо станет. Финн тоже мог попытаться ультра скастовать, не стал этого делать. Там как-то сбить, напугать. Ну, короче, такое. Такое. Дайер пока что потеряли Свена, да, и пытаются найти, как отомстить своего соперника. Сейчас хотят отомстить Хейзу. Но Тинни жирные, вот видишь, вот в этом и прикол этого... Хотя, казалось бы, он всегда таким был, да? Тут еще Ледона с дерева срезали, есть проблемы у него. За ним пошли дальше, Хейз его тоснул, подцепил, и Вингу все-таки забрали. Иллюзия ее здесь уже агонимная осталась, так что пока какое-то время посопротивляется, но, видимо, то, что иллюзию спокойно заберут. Отпустили ее здесь. Казалось бы, этот Тинни, вот он же вроде бы как всегда был таким героем. То есть тоже все время был толстым, но другие герои раньше просто были сильными очень. Всякие вот Террор Блейды, они очень хороши против Тинни. Вот. И... А сейчас вот Тинни, это реально один из лучших. Это просто один из лучших пиков. Если вы, ну, типа, мид или кэрри игрок, просто, ну, типа, фп-шите Тинни, и вам пофиг. Ну, по большому счету. То есть... Есть ли вообще в доте герои на кэрри или на мид позиции, которые Тинни прям очень сильно может помешать? Я вот пытаюсь понять. Наверное, Некрофос какой-нибудь. Так вот, ну, я просто представляю, да, там, при равных нетворсах, насколько комфортно Тинни играть против Некрофос. Наверное, не очень. Ну, тем не менее. Ну, учитывая косу и так далее, наверное... Да, да. Да просто он жирно этот замедляет, неприятно, там, в процентах от здоровья бьет. А у Тинни здоровье много тех глипсуют. Под КПшечку Финдара с косковка пошла. Кайлы полетели. Ну, бьют очень долго они Тинни, но забирают. Хорошо. Это приятный фраг. Опять-таки, жалко, что не для кор персонажа. Команда Дайр. Но... Нормас, да? То есть очень важный фраг ребята сделали. Сейчас попытаются пробить вышку в центре. Я, кстати, только сейчас понял, что это крутая связка Винги и Сэфа. Такая старая, вот... Прям максимально... Верная, да-да. Вот так вот. Так, Винга тут, кстати, попалась. Иллюзия ее живет. Но тут опять файт уже был оставлен, как бы. Поэтому все остальные разойдутся. Изначально этот файт был ради реализации БКБ Сэфа, который появился там буквально минутку назад. И вот как раз он его жмахнул, все сделал хорошо и забрали. Да, вот это самая знаменитная просто связка героев. Непонятно, с какого дна ранки, да, она вообще как бы появилась. Но она суперкрутая. Здесь все в этом патче. Вот тут сейчас иллюзию Винги подбежут. Давайте подумаем. Винга сильный, хороший герой. Свапает. Полезный хардлейнер. Один из лучших хардлейнеров в этом патче. Шедо Финд сейчас играет физ ДПС, правильно? То есть у Финда минус 7 брони из его ауры, и у Винги еще минус 6. Как бы минус 13 брони на ровном месте. Это вообще не шутки, если честно. Особенно для Свена, который с ультой идиот. Видимо, то, что тут опять файт у нас проходит. Уже Глинз был потрачен ради Луны, но Луна успела вернуться. Забирает Манки Кинга, забирает снова Вингу. И иллюзия Винги также фокусится. Минус половина ХП у нее. Она продолжает откидываться с пылами, но иллюзию будут забирать. Все, теперь она не представляет из себя никакой угрозы, и можно идти и снова продолжать с Ирошаном. Винга иногда прям сильно агрессирует. Отдельно от своей команды выступает. И, видимо, то, что это заканчивается тем, что он быстро погибает. И пытались Дезерактора подцепить. Не получилось это сделать у Найн Сталкера. Да и Свен рядом был, так что, скорее всего, подкрепа бы последовала. И Сэпчик недалеко. Но Рошан бьется, Рошан бьется. Будут ли пытаться это остановить? Времени осталось не так много. Как раз вот Сэп, я думаю, с Вингой очень бы хотели Рошаном заняться, но возможности у них такой не было. Мелоди подставился, его забрали, но зато заодно и Рошана забрали. Лилуны уже есть. Ну, просто весел, можно сказать, да. Дайер сразу же нажимает Смоук. Нет Найн Сталкера, мол, давайте пойдем подеремся. И вроде бы, да, действительно все есть. Манки Кинг пытался в... А что его закексывать? А, Леон, извините, пожалуйста. Тут туплю уже совсем. Да, на Леона напали, здесь убили. Но заревили ли Смоук? То есть вот Леон вместе с Манки Кингом заревили ли Смоук. В итоге Луна живет, Тимми живет, Сикер живет. Все живут. Да, и Луна продолжает фармить пока. Да, Луна продолжает фармить. Что-то хотел сказать и забыл. Что же я хотел сказать. А, во, обратите внимание на билд Луны, пожалуйста. И перестаньте покупать шарт с Кристаллисом на Луне. Кто вот в Ранкене играет на Луне. Я уже столько видел вот этих вот, ну, типа, лун старого образца, которые, знаешь, постоянно вот. Кристаллис, шарт, все. Как бы мозг отключаешь, бим и нажимаешь. Нет, сейчас это не работает. Сейчас шарт у Луны понерфлим. Сейчас на Луну делается стандартный билд. Ну, при этом таланты, кстати, качаются вроде такие же. Хотя посмотрим. Ну, как бы шарт он может приобретет. Ну, таланты на бим чуть-чуть, да. Впрочем, это не тот самый Mask of Madness, Daedalus и шарт, который был популярен очень в прошлом патче. Там прям рашили Daedalus и прям брали шарт. Луна была очень опасна. Аганим появляется на Сикере. Манки Кинг с дабл дэмэджем. Непонятно, почему не Свен с дабл дэмэджем. Наверное, там подбегали враги, и надо было быстро подобрать руну. Ну, короче, тут без лишних фрагов, судя по всему. Ну, пока не получится здесь так просто атаковать. Чистит вражеский лес, провардились. А тем временем V-гейминг сами попытались выступить в смоке, но не нашли противника в его собственном лесу. Есть шанс, что на тройке сейчас столкнутся, если развернуться обратно. И что у них есть здесь? Есть Моук, Мелоди его разревилил. Успел ульту нажать, дал Fly Vision, дал информацию, но уже без него будет этот бой продолжаться. Хотя в теории можно будет еще и байбэкнуться, и телепорт на шрайм, на аванпост. И дестроит. Дестроида нашли. У него позиция крайне невыгодная, спасать его будет трудно, но он пока что живет. Одну раптуру кинул и на этом погибает. Но видим то, что Вингу в размен забрали, но ее иллюзия продолжает гадить. Гадить очень сильно, выбивая Аегис из Луны. Хей спрывается на передовую. Тоже начинает очень сильно варенье пробивать. Крайне зря он так далеко пошел. И БКБ от Луны прожимается. Все ради иллюзии Винги. Нет, чтобы просто нажать БКБ ТП Аут. И Эрро при этом климсуется. Тоже его здесь не оставят. Драка очень плохая получилась для Вигейминг. Минус 4 по факту там сделали. Галактика Эллианс. Много потеряли очень. Но там как-то все несуразно началось. Возможно, они не рассчитывали на то, что в своем лесу встретите соперника, поэтому позиция была у Блотикера сомнительная достаточно. И из-за этого его Аганим не сыграл. Ну что, 2 заберут. Галактика Эллианс без проблем. Без проблем заберут. Или не заберут. Подождите, а там Эллик есть. Видимо, пока уничтожение этой двовышки откладывается. Мы решили отступить, потому что пореслалась команда противника. Могла пойти и дефать начать. Ну и у них там тоже топ подгорал. Его отошли задефать. В принципе, Аегис выбили. То есть какую-то потенциальную атаку соперника задушили. Теперь, вероятнее всего, Вигейминг снова будут вынуждены продолжить фармить, потому что начал Тинни, теперь уже не добирать. Он хочет себе доделать БКБшку. Без БКБшки в файте очень трудно, хотя уже начали его очень сильно физой пробивать. Возможно, есть смысл уже задуматься о какой-нибудь укрепляющей шмотке. Может, Кираса, может, Шива. Не знаю, что конкретно сейчас найти. Не можно придумать из этого разряда. Ты больше в этом разбираешься. Кто именно? Еще раз. Ну, его как-то, мне кажется, уже по броне, наверное, стоит укрепить, потому что он вообще от СФ перестал удар держать, и варенье ему трудно. На Тиннике-то? Да, Кирасу надо купить. Ну, вот, Кирасу. Я думаю, Шива, Кирасу. Ну, БКБ, Кирасу. БКБ, Кирасу, и там криты уже потом такой стандартный. Так, забирают Манки Кинга. Все, Манки Кинга забрали. Ну, он вышку серьезно так пропушил. Там половину ХП снял из того, что оставалось на тот момент. Так что толкнул линию. В следующий раз ее с полточка уже заберут. Но сами Вигейминг прожимает смок и, пользуясь случаем, своего большинства хотят напасть. Есть ультимативная от Найн Сталкера. Нападут на Вингу. Винга их видела. Винга задэппала команду. Команда сейчас может разворотить и сама напасть. Но Вингу пока разбирают. Ее иллюзия, возможно, успеет что-то сделать. Сама дает свап. Мелоди просвечивает всех остальных. Штурмкета видит. Видит Свена. Свен прыгает в двоих и забирает буквально за парочку ударов Сикера. Несчастный Сикер. Луна пытается отойти. БКБшка у нее еще есть. Но лица уже не осталось. Так что придется отступать. А Мелоди... Ну, он пока летает. Вроде как должен будет отступить. Не факт, что его здесь как-то успеет найти и догнать по этим лесам. Но опять Драк такая получилась. Интересно. Какого героя не хватает в этот пик? Элдер Титана. Чтобы порезать всю базовую броню. И вот потом Винга террорчиком. Хоба. Это было бы слишком жестко, мне кажется. Это было бы жестко, да. Но базовая броня здесь все-таки... Ну, Луна в первую очередь, наверное. А у Тинника наоборот. У нее всегда базовая броня по нулям. Ну, вообще да. Но Луне было бы неприятно. Просто минус 26 армора. Да, зажим. И его было куда поставить. На самом-то деле даже. Да, она пока еще не такая супер жирная. Не хватает ей какого-то предмета на выживаемость. Либо Скадзи, либо Бабочка, либо Сатаник. Но бабочку пока собирает. Бабочка это лучший предмет, потому что СВН не любит покупать МКБ. Вот. Но вообще здесь он купит себе Сильвер. И после Сильвера, возможно, мы увидим, что он приобрел Манки Кинг Бар. Но в целом, конечно, конечно, вот без Дейдаллоса на свой не играть не очень приятно. Но тут-то да. Но ты реально выбираешь. Либо ты берешь Сильвер, либо ты берешь Дейдаллоса. Ну, берет Сильвер. В итоге три точки у него уже есть, поэтому там в Дагрейде сделают техники. И забирают и два вышку, которая там и так была уже каленая. Но наверху есть шансы разменяться. У Вигейминг успеет это сделать. Правда, там телепорты уже полетели две штуки. Эрро вроде как оба запалить успел, поэтому команда очень оперативно отступила. Драку принимать не хотят пока. Возможно, перестроятся как-то еще. Но вижен имеется. У Вигеймин какой-никакой. Минимальные перетяжки они могут заметить. Видят СФ на миде прекрасно. А здесь Луна, кстати, Тавр толкает. Очень неприятно. На вышке приходится. И могут встретиться с Манки Кинга. Дестрой. Ну, Дестрой сейчас опять подставился. Одна точка еще. Ну, Руку Руку сбивает, Космевать. Смотри. По-своему, это очень важно. СВЕН теперь не может двигаться. СВЕН БКБ Топаута. Нажать на Тиме, успевает. Врывается вперед. СФ очень бодро бьет рукой. Угибает в итоге СВЕН. Сикер покупается. Что все происходит? Луна ультует. Манки Кинг в таверне. Блот Сикер с Луку подает еще одну Рукуру. И хотят забрать Шеду Финда. Которая разультовывается. Прогоняет всех. В разные стороны. Как у Дестрой. Это неприятно все сложилось. Он погибает с Байбэ. Кажется, он к этому пока не получается забрать. Побивает его на Ив все-таки. Но с разменом на Хейза таки вышло. Взорвался под конец СФ. И забирает он с собой этого Хейза. И Мелоди хочет пробить Хэппи Дюрара. У Хэппи Дюрара есть Глиммер. Хочет так уйти попробовать. Но у Мелоди есть интрижок. Поэтому он палит контору. Но зато Манкикин подтянулся на помощь. И теперь Мелоди сам встрял. В сетке застрял. Не получается из нее вылезть, конечно же. И минус 5 с учетом дайбэка от Дестройда. Вышло в размен на трех персонажей. Но по Нетворцу, если так смотреть, то практически ровненько получилась эта драка. В разнице только 200 золота. То есть совершенно не критичная цифра. И 1300 заработал с этого файта Наив. То есть в большом плюсе осталась Луна. Которая и бабочку себе купила. И у нее уже вот путь начался к Сатанику. То есть она-то себя чувствует хорошо. Ну да. Так. Что у нас там? Пауза, да? Пауза. Ну хорошо. Подождем. Да, подождем. Пока смотрим. Ребята, если что, ковчаки, можете чекать на сайте GGBet. Там у нас еще баннер по трансляции, если на него можете кликнуть. Пока у нас каточка такая довольно ровная получается. У нас бывают неудачные драки, что в одну сторону, что в другую сторону. И не сказать, что кто-то захватил какое-то ультимативное преимущество. Как мне кажется, что много расставит по местам и следующий Рошан, который появится достаточно скоро, через полторы минуты дополнительного времени, которое уже определилось. И Black King Bar у нас планирует Monkey King себе собирать. У него уже сабелька есть. Неплохо он себя чувствует в четвертой позиции. Хотя у Леона, который там с пальца пофраговать успел, и побольше имеется. У него уже и фурстав, и блинг. И будет делать себе линзу, для того, чтобы уж наверняка со своей ультой справиться. Ну и в принципе линза очень круто помогает со станом, с хексом. Контроля много, и обязательно надо его выдать. С учетом того, что БКБшки уже не самые длинные у противников. Угу. Такс. Тут, конечно, вопрос сейчас встает, что с Рошаном делать. Потому что Рошан должен скоро появиться, и у него надо подраться. Но у Дайр так тимфайт поинтереснее выглядит. Со статик штормом и с ультой SF. И к тому же там у Блатикера нет возможности выкупиться, если как-то на него напасть. У него ведь ни БКБ нет, ни никаких вообще предметов. Как-то вот просто на него наехать. За статик штурм убить, чтобы он руптуры не накидал. И там уже СВН должен будет с SF разобраться хорошо. Мы видим получше цели, потому что эта драка уже должна будет скоро состояться. Рошана почекать возможности особо не представлялась ни у того, ни у другого. Но понимание в голове должно быть, потому что сейчас уже вот-вот он должен появиться. Что по поводу предметов, которые хотят ожидать к этой драке. У Луны есть шанс успеть дофармить сатаник до появления шанса подраться за Рошана. До того, как запорсируют события Galactic Alliance. Но у самих Galactic Alliance уже появляется на SF-искаде. Он крайне жирный, 3000 хп. Армора тоже достаточно. И бьет с руки он тоже довольно больно. И при этом хочет дальше продолжать СВН укрепляться. У него будет сатаник в дальнейшем. То есть он пока не хочет грейдик риты. Он хочет заняться своей выживаемостью в файте, насколько это возможно. Ну и драка теперь уже пошла. Появился сатаник у Луны как раз таки. Так что с ним уже пойдут. Есть станчик от Винги. Задержал немного Мелоди. Но SF-а зато подцепили. Тос отлично получился. SF прожимает ульту, прожимает по КБ. Но это не поможет ему совершенно никак. Погибает без байбека. Этого Рошана можно уже считать проигранным. Винга также погибает. Ее иллюзию разберут без каких-либо проблем. Мелоди пошел искать кого-нибудь, кто не успел далеко отойти от файта. На миде показался СВН. Крепочков решил отпушить. Но SF попробуй догони еще под Варкраем. Зато зацепили Манки Кинга. Его можно забирать. Станчик есть от Эрро. Хекс будет. И после этого можно будет еще и пальцем его прикончить. Хотя видим то, что Эрро не справился. Ему глимс дали. И поэтому он не оказался рядом. И ответочка полетела уже от СВН. СВН хочет еще и с Хейдзем разобраться. У Хейдзи некоторые трудности имеются. Его глимсанули. Но Раптура имеется по СВНу. И СВН, как обычно, пока БТП-аут и уходит. Надо Рошана идти забирать. Лучше в случае не представится. Да, да, конечно. Конечно, лучший случай уже... Нет, ну как он будет? Там, когда через 3 минуты начнется ночь. Заспаунится Найт Сталкер. Появится ультимейт. Но зачем ждать следующего случая, когда можно забрать Рошана сейчас? Кстати-то, если так посмотреть, в гейминг толком ничего не потратили. Ульту свою Луна не прижимала, Раптура еще одна в запасе оставалась у Сикера. Палец не был от Леона потрачен. То есть у них были ресурсы, чтобы подраться. Только ульта от Мелоди единственное, что отсутствовала. Так, Рошана это у нас первый. Шарда в нем нет, правильно? Второй. А, второй, все, извините, пожалуйста. Мне его было не прокликать почему-то. Там Шарт Луны уже забрала себе, так что... Да, да, видно, видно. Ну и вот теперь, когда уже все слоты полностью собраны Луны, у нее есть КБ, у нее есть Бабочка, у нее есть Сатаник, она покупает себе полный Крит, и Шарт ей выпал с Рошана. То есть она даже деньги на Шарт не потратила. Вот так это работает. Мне, кстати, все равно обсервер-бак какой-то есть. Я вот, например, на Луну делаю дабл-клик, чтобы за ней камера шла. А она у меня почему-то в центре застревает, если я так делаю. У меня, кстати, этого нет. Нормально работает. Ну, со всеми героями так. Причем и на Антине тоже дабл-клик я делаю. Ну, короче, да, какая-то все равно неприятная. Ну, ладно, хоть герои выделяются. Спасибо и на этом, да. Спасибо и на этом. Так, Капидюрара. Наив на него пошел. Наива Глимсанули. Ангриха подальше. Но уже готовы вигеймик нести Т2 на миде. Будет ли какая-то попытка захода на хайграунд? Это еще вопрос. У Свена ГДС прямо вот-вот уже откатится. Но новых шмоток набрать не успели. Ультимативные способности имеются. Но попытаются от хайграунда, возможно, подраться, если будет такая необходимость. Ну, а успели Вингу зацепить. Вингу опять можно самую первую запирать. Ее тоснули. И наив с ней очень быстро разбирается. Еще и иллюзию можно по-быстрому забрать, успеть. Дестроида. Опять его зацепили самым первым. Совершенно удар против Свена не получается держать. Но он нажимает Гост, который купил для таких случаев. Это помогает ему выжить. Еще и Раптуру откинуть от IT. Вот это было лучшее вложение денег от него за последнее время. Явно не зря купил. Помогает. Ну и Тайя до 1000 пошел уже и хайграунт нести. Раз уж такое дело пошло. Как-то быстро ситуация так развилась. Непонятно. Вот вроде бы попадаются ребята. Те умирают, эти умирают. А тут вот. Раз. Рака перед Рошаном. Рошана забрали. И тут уже падают два раки. И, честно говоря, непонятно, что делать. Свен в таверне. Да, он может выкупиться, но ГДС у него нет. Нет, вторую линию, мне кажется, Вигейминг без проблем сейчас заберут. А вот с двух проигранных лайнов, ну, наверное, уже... Ну, наверное, уже никак и не камбэкнуть будет. Да, как они будут камбэкать. У Луны бабочка, если что, а вот фиксуют у нас Манки Кинга, его быстро забирает Луна. Луна еще Сатаник не нажимала. У нее три минуты Аегис есть. Она и не будет Сатаник до смерти нажимать. Не вижу в этом огромного смысла какого-то. Не, ну подкилиться-то можно. Ну, если прямо сейчас драка у нас с таким рассинхроном байбеков пошла. Кэпидюрара выкупился. Возможно, не пришлось бы нажимать Сатаника, если бы она просто крипов бы побила. Потому что там Ластил и так здоровый. Забирают Леона, свапнули. Ну, вроде нормально. Короче, Галактика Эллинс как-то пытается отковыряться. Хотя бы вот каких-то сяпиков забирают. Но вторые бараки все равно падают. Свап плюс стан. БКБ у Луны. Да, еще есть БКБ у Луны. Ее пытаются глимсануть, и она даже не нажимает это БКБ. Плевать на драку просто. Пришел зато Свен сразу же получил Раптуру. Вторая Раптура досталась Сефу. Сеф ультует. ТА-2000 совершенно плевать. У него две минуты Аегиса по-прежнему имеется в запасе. И Венга там бегает. Ее иллюзия, точнее, уже недобитая. Хотят ее забрать, чтобы просто не гадила. Погибает иллюзия. Вот Свен ворвался. Свен ворвался. Как бы ладно. И что дальше? Пуски уже Луна такетрывает. Ну, он пытался как бы Блатикера убить по понятным причинам. Почему не Луну он начал. Потому что Луна еще у Аегиса, у нее бабочка. Но чисто ради любопытства хотелось бы даже посмотреть, что он может предъявить Луне, у которой есть бабочка. Вот тут он прыгает, начинает ее как бы калашматить. Сколько там? Пять ударов он сделает, он убьет ее. Он же там по-любому один-два точно промажет. Ну, в общем, VGaming весьма уверенно выиграли эту карту. То есть, если посмотреть на... Хотя, если посмотреть на фраги, то вообще не уверенно. Как-то 30 на 33 фрагов они сделали меньше в этой игре. Они смогли вовремя как-то вот задержаться, пофармить. И после этого уже на слотах выйти на перефарм. Все-таки Луна быстро фармит и этого не отнять. Так что все здесь дело было в таком перевесе по фрагам из-за начала. Очень сильно слитого. Да, да. Действительно, на стадии лайнинга как-то у них прям совсем не получалось. Но на легкой линии это объяснимо. Там Night Stalker пятерка, он первые пять минут не может ничего делать. Особо такого хорошего. На сложной линии Bloodseeker, Леон. Вроде такой сильный лайнап. Но с другой стороны, там что ты ему сделаешь? Он стоит сплэшой и качается. А Тинни против СФа тут тоже вроде бы как СФу как-то не особо помешаешь. Вроде бы покачаться. Он стоит там кайлами, фармит. Ну, в общем, ладно. Главное, что они смогли найти свою игру в мидгейме и камбэкнуть. Впоследствии. Уйдем на паузу небольшую? Да, уйдем на паузу минут 15. Вигейминг пока держит марку. Но как у нас будет развиваться эта B103 серия, мы узнаем уже после небольшой паузы.